Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Продолжаем наше видео по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о том, как постичь пространство вариантов. На самом деле оно очень многогранно. И известно также такое, как хроники Акаши, и возможность знать все, что присутствует. На самом деле все присутствует прямо здесь и сейчас. И мы можем черпать это знание, соприкасаясь с источником, с состоянием источника. И даже эта практика очень хорошо передается в технике тета-исцеления. Когда мы соприкасаемся с источником, и происходит чудесное исцеление. Самое главное, что мы можем получить любое знание от источника. Так вот, что же такое пространство вариантов? Это возможность выполнять любые самые различные действия и идти по различным путям. Можно идти по ним одновременно, так как сознание наше многомерно. А можно выбирать тот путь, который идет наше, который проходит наше я. Обычно мы сконцентрированы в каком-то моменте реальности. То есть здесь и сейчас. И когда мы проходим по этому пути здесь и сейчас, да, то мы концентрируемся на чем-то одном. На тех вариантах, которые мы выбираем прямо вот в настоящем моменте. И что же такое выбор? Это как раз работа нашего внутреннего намерения. То есть то, что есть внутри нас, то, что мы называем своим я, оно определенным намерением обладает. И вот это намерение, оно позволяет нам делать осознанный выбор. То есть если внешнее намерение дает нам пространство для этого выбора, то внутреннее намерение дает нам возможность сделать этот выбор. То есть почувствовать и сделать. Почувствовать и сделать. И опять же, вот это чувствование, оно происходит от контакта с Высшим Я, состоянием источника. То есть, когда мы контактируем с этим состоянием, то к нам приходит озарение, понимание. Мы знаем, как действовать, куда идти, зачем идти. То есть, у нас появляется смысл жизни и понимание жизни. И вот в этом состоянии мы действуем действительно осознанно. То есть, мы понимаем, что происходит и куда двигаться. И когда я говорю осознанно, то это означает с осознанием, с пониманием, с чувствованием. В этот момент, вот когда, допустим, я чувствую, я знаю, что вот такой путь правильный, а такой не очень правильный, да. То есть бывает, появляются сомнения. И вот в этот момент важно переждать и начать действовать, когда появилось уже полное понимание этого пути. И вот действовать действительно осознанно и легко в состоянии гармонии счастья. И я занимаюсь процессингом, то есть помогаю человеку очистить свой разум от тех негативных восприятий, которые там накопились, чтобы он мог действовать действительно осознанно и легко, чтобы он мог действовать во благо для себя и для других. То есть используя свое состояние, человек может помогать себе очищаться и помогать другим. Вот я занимаюсь уже процессингом в течение 20 лет и осознал такую вещь, что когда я помогаю другому человеку, то увеличивается осознанность и моя, и других людей, то есть в целом пространство. То есть появляется больше понимания, больше осознанности, больше счастья в этом пространстве. Поэтому это не какая-то даже личная практика, то есть когда мы взаимодействуем, помогаем друг другу, наступает переосознавание и появляется больше осознанности в каждом из нас. Поэтому цель это повышение полной осознанности, то есть когда мы путешествуем по пространственным вариантам, то повышая наш осознанность, мы можем делать этот выбор гораздо проще, гораздо легче, чем когда у нас сознание затуманено и мы не знаем куда идти. Поэтому вот цель это прочищение сознания, то есть мы очищаем наше сознание от тех негативных вибраций, которые там накопились, негативных зарядов путем переосознавания, то есть мы смотрим, а когда мы сошли с нашего пути и убираем вот эту вот, ну скажем так, загвоздку, которая там и возвращаемся на наш путь снова, то есть начинаем идти по пути осознанно и легко. То есть моя цель это по сути помочь человеку научиться делать осознанный выбор, то есть идя по пространству вариантов, осознавать, что происходит и делать осознанный выбор, то есть вот так правильно, а так неправильно. Вот таким образом происходит переосознавание и исцеление. То есть я как проводник провожу человека через те случаи, где он застрял, где что-то пошло не так, я провожу его через те моменты, где у него появились болезненные ощущения, и у него появляется больше осознанности, больше радости и больше счастья. То есть в этом моя цель, как проводника провести человека через все болезненные моменты и вывести его с той стороны, там где есть состояние гармонии, радости и счастья, состояние осознанности. И в этом состоянии человек может действовать легко, он может действовать так, что у него уходят все болезни, которые у него накопились, потому что происходит исцеление, уходят страхи, боль, негативные эмоции, болезненные ощущения. Все, что у человека накопилось, у него покидает его и наступает состояние гармонии, радости и счастья, то есть наступает полное исцеление. И в этом исцеленном состоянии человек действует легко и во благо для себя и для других людей. Вот поэтому цель процессинга это очищение сознания. И в очищенном состоянии сознания человек выбирает тот путь, который для него наиболее благоприятен, то есть который принесет ему больше радости, счастья и больше осознанности. Давайте посмотрим, как работает практика процессинга в такой небольшой сессии на несколько минут, прямо вот сейчас. А потом вы можете этой сессии повторять, ну скажем так, самостоятельно или с вашим партнером на ежедневной основе. Сядьте или лягте в удобном для вас месте, где вас никто не потревожит. Создайте пространство для сессии, закройте глаза и почувствуйте себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Ощутите, есть ли в этом пространстве какие-то непонимания. То есть, например, вы не знаете, куда двигаться, что-то приходит, какие-то негативные заряды, которые мешают вам. Почувствуйте это и посмотрите, откуда они приходят. Почувствуйте в целом пространство вариантов и ощутите ваш путь. Если что-то мешает вам идти по этому пути, посмотрите, что это. Может быть, это страх какой-то, боль, горе, то есть какая-то негативная эмоция. Посмотрите, что это за эмоция и откуда она проистекает, из какого случая. И дальше двигайтесь, переместите свое внимание в этот случай и перепроживите его один, два, три раза. Столько, сколько необходимо, чтобы ваше состояние улучшилось. То есть, это означает, что заряд будет постепенно выходить при перепроживании. Будет наступать состояние принятия и исцеления. Если по каким-то причинам вы чувствуете, что заряд не уходит, то посмотрите, есть более ранний подобный случай, где было подобное ощущение страха, боли или бессознательности. И перепроживите его. То есть, таким образом двигайтесь все глубже и глубже и удаляйте негативный заряд. То есть, достигните самого раннего случая, где только это все началось. И перепроживите его многократно. То есть, может понадобиться 3, 5, 10 перепроживаний. Столько, сколько необходимо, чтобы полностью ушел заряд. И вот, когда вы почувствуете полное облегчение, что заряд ушел, то на этом можно завершить процесс. То есть, самое главное, это ваше понимание, ваше озарение, что вы почувствовали, да, все, на этом все, заряд ушел. Теперь я могу двигаться легко по своему жизненному пути. Вот, и выбирать те цели, которые для меня действительно подходят. То есть, чтобы вы почувствовали, да, я могу действовать осознанно, во благо для себя и для других людей. Вот это, по сути, является таким завершающим результатом. И когда вы закончите процесс, наполните пространство любовью, счастьем. Чтобы появилось такое вот состояние, где вы почувствовали, что да, пространство наполнено любовью. Вот, на этом можно завершить сессию, повторить ее на следующий день, если будет такое желание. То есть, самое главное, это ежедневные сессии, они помогают исцеляться. Вот, и я тоже провожу сессии ежедневно, да, как самостоятельно, так и с другими людьми для очищения пространства и увеличения осознанности. Вот, на этом, друзья, сессия завершена. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите, там, ну, сделать консультацию, провести со мной или сессию, напишите мне в личные сообщения, все мои контакты указаны будут под этим видео. Также можете добавляться в друзья в соцсетях, вот, я открыт к общению, пишите свои комментарии под этим видео, задавайте вопросы. Вот, и, конечно же, я еще предоставляю обучение, то есть, курс «Достоинство и целостность личности» для исцеления ваших проступков, утаиваний для повышения целостности. Курс «Преодоление подъемов и спадов жизни» для того, чтобы справиться с подъемовыми спадами и убрать подавленность из вашей жизни, научиться справляться с подавляющими личностями. Вот, также я провожу обучение процессингу, то есть, кому это интересно, кто хочет стать, научиться проводить процессинг, одитинг, да, то тоже пишите мне, я расскажу подробнее о том, как проходит обучение. Вот, и, конечно же, буду рад вас видеть в Академии счастья на сессиях, вот, потому что этот процесс, это тот процесс, который дает возможность каждому человеку исцелиться и стать осознанным и счастливым человеком, наполненным любовью, радостью и счастьем, и нести это счастье и радость другим. Также в описании моей книги «Миры вечного познания» о том, как познавать Вселенную, о том, как создавать ее, творить, и также «Полное исцеление» — это книга о том, как можно исцеляться, помогать себе и другим людям, вот, на основании техники процессинга и улучшения, увеличения осознанности. Вот, их вы можете скачать, прочитать по ссылкам в описании к этому видео. Также вот сейчас на экране появится парочку видео, это о том, как изменить судьбу, опять же, на основе инцидентов, о том, как пройти инциденты в прошлом и как чудесным образом происходит исцеление. И практика процессинга счастья тоже посмотрите, там более подробное описание. Мой сайт, заходите в гости, подписка на мой канал, кто еще не подписчик, обязательно подписывайтесь, ставьте отметку «Нравится», добавляйтесь в друзья, и, конечно, делитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. На сегодня будем заканчивать. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, и я основатель Академии счастья. Увидимся совсем скоро в следующем видео. До встречи!